Рекламно-информационный эфир на Эхе. Доброе утро, в эфире Эхо Москва ВФО, микрофона Елена Черкова. В гостях у нас сегодня спортивный директор студии групповых тренировок GetBet, Алексей Сулейманов. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Или фитнес-директор. Как вас правильно называть? Спортивный или фитнес-директор? А вот и так, и так можно. А вот и так, и так. Алексей, давайте для начала поговорим немножечко про современные тренды в фитнес-среде. Чем сегодня она живет? Что интересного происходит? Что нового? Нового происходит очень много, и интересного тоже. Люди стараются уйти от больших фитнес-клубов, ищут какие-то маленькие, возможно, более уютные, комфортные места. И тут как раз появляется фитнес-студия. То есть это новый формат, новый тренд, который, я думаю, лет через 5-6 достаточно прочно закрепится. И в регионах тоже. А почему уходят из больших клубов? Что там не так? Отсутствие комфорта, отсутствие сервиса. Возможно, какой-то не такой уровень качества, к которому стремятся люди, когда читают модные журналы, смотрят какие-то видео, изучают заграничные тренды и так далее. А как же вот эти гигантские элитные лакшери-клубы, в которых там все от сауны до не знаю чего есть, но они тоже большие и стоят очень дорого? Они будут, они всегда будут, и всегда будет спрос на такие места. Все зависит от того, что тебе нужно. Либо это комфорт, качество, и все включено, либо какая-то определенная услуга, очень качественная услуга, которую огромный фитнес-центр, к сожалению, не сможет предоставить. То есть это такое строгое направление должно быть в студиях. Давайте тогда вот про вашу студию поговорим. Недавно вы открылись. Чем вы, собственно, отличаетесь от огромного количества таких вот фитнес-клубов, фитнес-залов, студий, которые уже работают в Уфе? Первое отличие — это, наверное, наша система. Вам не нужна клубная карта для того, чтобы приходить к нам. Это как? Давайте подробнее об этом. Система называется очень просто «Pay as you train». То есть когда вы хотите, вы тренируетесь, вы платите только за тренировки, за посещение. Поэтому у вас не сгорят деньги, даже если вы не придете или забудете, что у вас есть карта в какой-то фитнес-клуб. Вы платите ровно за то, что используете, и не более. Так, еще какие отличия? Самое главное, конечно, это тоже бодрящая атмосфера в центре города, очень знаковое место, где мы находимся. Нас очень легко найти. Тренерский состав, очень классные ребята, суперпрофессионалы, все сертифицированы и с большим опытом работы не только с простыми людьми, но и с профессиональными спортсменами. Также большое количество всяких вкусных штучек, которые мы используем. Это и система мониторинга MyZone, прежде всего. Давайте подробнее об этом, что это? Это такая хитрая система, которая отслеживает ваше состояние во время тренировок. Тренер в процессе занятия может видеть ваш актуальный пульс, сколько калорий вы сжигаете и вообще в каком состоянии вы находитесь. То есть если вы уже на грани, вас всегда поймают вовремя. Эвакуируют и остановят. Слушайте, вы там датчики, что ли, навешиваете какие-то на посетителей? Каждый наш гидбет-спортсмен, который приходит на функциональную тренировку, либо на сайкл, при входе получает свой датчик и одевает его на соответствующее место. И мы в зале, в режиме реального времени отслеживаем его состояние. А что это дает? Ну, помимо того, что ты можешь вовремя остановиться, когда уже на грани. Это дает, прежде всего, грамотный мониторинг оценки своих возможностей и результатов как спортсмену самому, так и тренеру. Мы можем мониторить динамику тренировочного процесса, потому что все результаты тренировки выгружаются в приложение в личный кабинет. И человек сам может отследить, насколько он хорошо поработал, в правильном ли направлении вообще движется, или не стоит ли поменять весь подход в целом. Как там все у вас интересно и технологично? Окей, давайте, вот у вас есть мониторинг состояния, у вас есть определенные какие-то еще дополнительные плюшки, о которых хочется поговорить. Но прежде всего, давайте, наверное, расскажем о том, собственно, на чем вы специализируетесь. У вас нет такого привычного, как в огромном фитнес-клубе, там тебе и сайкл, и йога, и там, не знаю, пилатес, что угодно иди делай, там можешь еще вот в зоне свободных весов гирю покидать. На чем специализируется GetBet? И вот про эти направления давайте поговорим. Прежде всего, мы отошли от того винегрета, который предлагает фитнес-центр, где есть все, но ничего конкретного, качественного в целом нет. То есть мы не предлагаем какой-то салат из непонятных ингредиентов. Мы конкретно сконцентрированы на, во-первых, это сайкл, но сайкл не белая робика для жиросжигания, а настоящий американский сайкл, который зародился в Нью-Йорке, который ориентирован на музыку, на хорошее настроение, на всякие вкусные спец- и звуковые эффекты, которые происходят во время занятия сайкл. Также функциональный тренинг — это такая огромная-огромная библиотека, в которой очень много книжек, если так проводить какую-то аналогию. Каждая книжка по-своему уникальная, каждое занятие по-своему уникальное. То есть здесь нет какого-то одного направления, их очень много, и функциональный тренинг позволяет проработать именно те нужные для нашей жизни вещи, которые нам пригодятся, когда мы что-то поднимаем с пола, куда-то лезем, карабкаемся, бежим в дневной суете и так далее. То есть такие занятия очень полезны и очень пригодятся всем, вне зависимости от возраста, пола и так далее. Слушайте, ну вот сайкл — есть такое мнение, что это такой джихад в плане тренировок, когда ты просто убиваешься на этом велосипеде и не можешь потом с него ни слезть, ни встать. Вот подробнее немножко про это направление. Оно достаточно новое, я правильно понимаю? Или оно уже, в принципе, в России давно работает? Сайкл можно, как и всё в России, оно волнообразно. То есть это как мода. Мода на сайкл, на настоящий сайкл в мире пришла очень давно, потом произошёл некоторый спад, и весь сайкл оригинально превратился в велоаэробику. Очень скучную, неинтересную, где люди только потеют, напрягаются и так далее. А вы так что танцуете? А мы танцуем, мы не только танцуем, мы ещё и поём классную музыку, не только зарубежную, но и нашу. Поэтому для тех, кто реально хочет увидеть настоящий сайкл, я советую обязательно воспользоваться пробными тренировочками и прийти. То есть даже такая опция есть, можно попробовать потом? До 1 марта, друзья, у вас есть уникальная возможность. Две недели осталось? Да, две недели вам осталось испробовать на себе нашу вкусную студию. Окей, помимо сайкла и функционального тренинга, что ещё вы предлагаете? Йога. Очень классная йога с очень классными преподавателями. Это настоящие профессионалы, это Шиляева Ирина и Дарвина Катя, это мега-гуру своего дела, и я просто всех призываю сходить на занятия по йоге именно к ним. Мы с вами когда до эфира разговаривали, вы рассказывали, что тренеры ваши проходят обучение не в России в большинстве своём. Да, вот давайте про это немножечко. Почему не в России? Где учитесь? Если мы хотим получить что-то настоящее, что-то стоящее, я имею в виду знания, то прежде всего нужно искать источник, а не брать переработанный материал непонятно кем, непонятно как, который преподают в России на обучениях. Я не говорю за всех, но в большинстве случаев так. Поэтому и я, и наш очень классный тренер Маша Блинова, мы все обучаемся у зарубежных спикеров, зарубежных тренеров. Я очень много времени провожу за границей, именно в Америке, в Европе, и пытаюсь привести сюда именно оригинальные знания, и впоследствии, чтобы как можно больше человек, людей, вернее, узнало об этом. Но там, я так понимаю, тренд сейчас не на то, что ты занимаешься спортом ради того, чтобы заниматься спортом, накачать себе огромные мышцы и что-нибудь ещё огромное, а ради того, чтобы здоровье, собственно, своё поправить. Вот этот тренд пошёл там, к нам он дойдёт когда-нибудь, нет? Это прежде всего полезная привычка должна быть. Прежде всего это лайфстайл, это то, без чего ты не можешь жить на самом деле. Это должно быть частью твоей жизни, как одна из каких-то вкусных и полезных привычек, которые, как чашка кофе, как какая-нибудь вкусная плюшка утром на завтрак. Здесь не нужны рекорды, не нужно поднимать, тягать, кидать, умирать какую-то штангу. Вам просто должно в кайф быть от того, что вы пришли в зал, вокруг вас единомышленники, и вы в едином порыве спортивном становитесь лучше. Алексей, давайте тогда вот немножечко миф сейчас поразвенчиваем. Есть ощущение у людей, когда только-только приходит в зал, новичок, например, что если он на тренировке не выложился так, что вспотел весь насквозь, что его можно выжимать, что он не может идти и в раздевалке переодеться, он плохо потренировался. Это правда? К сожалению, да. Многие тренеры, люди принимают вот такое состояние за качественный результат от тренировки. На самом деле это перегруз. После которого вы будете восстанавливаться очень долго. После любой тренировки у вас должно быть ощущение летящей походки, вы должны вылететь из зала. У вас должно быть очень много сил и энергии для того, чтобы двигаться дальше, как по работе, как в спорте и вообще в жизни. Угу. То есть не надо так себя насиловать. Нет. По поводу, хочется поговорить еще о аудитории, которая уже входит в Гитбет. Кто эти люди? Для кого эти тренировки? В основном это молодежь или в основном это люди более старшего возраста? Кто ваша потенциальная аудитория? Потенциальная аудитория у нас разная. Это, как вы сказали, молодежь. У нас есть очень классная программа для студентов. Если кому-то интересно, мы можем рассказать подробнее потом. Это те люди, кто потихонечку начинает изучать и отходить от привычного фитнес-формата и пытается найти для себя какую-то новую интересную штучку, а именно фитнес-студию, где он получил качество и где не так много людей и где просто комфортно. Угу. Ну вот, предположим, все-таки у нас аудитория такая более старшая. Они захотят, наша аудитория захочет к вам прийти. Есть ощущение того, что вот там что-то новое, страшные какие-то, велосипеды стоят непонятные. Насчет нагрузки хочется поговорить. Как это просчитывать? Как только вы придете на занятия, допустим, очень многие пугаются сайкла, что они сейчас умрут. Вот я вот, например, боюсь. Отвалятся ноги и велосипед просто не отпустит их домой. Как только вы увидите тренера Диму, как только он расплывется в улыбке, когда вы зайдете в зал, вы просто забудете обо всем. И вы больше не будете думать об усталости или еще о чем-то. У нас для всех существует индивидуальный подход. Как бы громко это ни звучало, но и к новичку, и к суперпрофессионалу мы всегда найдем правильный подход и всегда знаем, как нагрузить. А вот групповая тренировка, да? Сколько там обычных человек? И нет ли вот этого ощущения, что, а, вот он сейчас на меня посмотрит, я вот как-то не так делаю, вот, может быть, мне лучше одному? А вот здесь как раз-таки вступает в работу наш специальный клубный свет. Так, это что такое? Это непривычный лампы дневного света, которые вы видите в стандартных залах. Это очень напоминающий клуб свет. Ночной? Ночной клуб, да. То есть темно у вас? Да, у нас темно, у нас достаточно темно, и именно такое освещение используют большинство студий и таких мелких клубов, как в Нью-Йорке, так и в Европе. Вы концентрируетесь прежде всего на себе, на упражнении, на том, где вы находитесь и вообще для чего вы сюда пришли. На вас никто не посмотрит, вас никто не наругает, что вы делаете, что-то неправильно. Вы просто будете кайфовать от того, что вы делаете, и все. Именно такой эффект достигается за счет этого света. Угу. То есть это удобненько, да, смотрите? Это вообще, да. Никто не будет смотреть, а вот у меня там что-нибудь не то, там. Нет, нет, нет. У нас нет зеркал. У вас не будет времени... Даже зеркал нет, да. У вас не будет времени любоваться собой. Вы будете заняты собой, но не в зеркале, а именно на занятиях. Слушайте, а есть опция прям персонального тренера, когда только ты, только тренер твой, больше никого в округе? Да, конечно, у нас есть персональный тренинг, и вы можете взять персональную тренировку с любым тренером в нашей студии, конечно. Вот еще мы начали с вами про то, что тренеры ваши обучаются за рубежом, да, не в России. Я знаю, что вы и для местных тренеров проводите семинары. Расскажите немножко про это. Почему вы решили вдруг здесь обучать не ваших сотрудников, не ваших тренеров? Это давняя мечта, именно моя, и мы с нашим генеральным директором Айратом давно об этом мечтали. Мы хотели сделать какой-то образовательный проект именно для всех инструкторов, у кого, к сожалению, нет возможности по каким-то причинам выезжать за границу так далеко. И вот как раз в конце месяца у нас первая обучающая программа в рамках нашего проекта GetBetPro. Мы привозим супер-мега-зажигалочку супер-мега-инструктора Руслана Шера 22-23 февраля для мастер-класса по настоящему сайклу и для супер-мега-взрывной тренировки, которая пройдет в GetBet для наших клиентов любимых. То есть любой тренер, в принципе, из других залов может прийти и чему-то научиться? Да, если вы хотите по-настоящему окунуться в мир сайкла, понять, что это такое, я вас жду 22-го. Ричей, давайте расскажем тогда нашим слушателям, где вас найти, как вам попасть, как позвонить, может быть, узнать какие-то детали. Проще всего нас найти через приложение в App Store, либо у кого это Android, я не помню, как это называется на Android, к сожалению. Вы скачивайте наше приложение, там максимальное количество информации, которое вам нужно. У нас есть также крутой сайт, на котором также максимальное количество информации. Локация «Проще некуда», запомнить, это «Гостиный двор», это просто… Верхняя торговая площадь. Верхняя торговая площадь 1, да. Ну что ж, спасибо вам большое, Алексей, будем заканчивать. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был фитнес-директор студии групповых тренировок GetBet Алексей Сулейманов. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...